Привет, друзья, подписчики! Судя по вашим лайкам и комментариям, очень многим удалось собрать такую антенну всего из одной детали. Это антенный тройник. Но многим все-таки непонятно, как узнать длину кольца. И в этом видео я покажу, как с помощью булавки подобрать размер антенны без каких-либо расчетов и формул. Для этого нам понадобится набор швейных булавок, тройник и телевизионный кабель. Кабель я закрепил в тиски перед телевизором, для удобства съемки и чтобы все детали попали в кадр. Проверять будем на телевизионном канале с частотой 554 МГц. Ну что же, начинаем. Сперва необходимо тройник прикрутить на конец кабеля. Немного неудобно одной рукой, но мне это удалось. Теперь берем обычную швейную булавку из набора. И теперь необходимо с краю проколоть изоляцию, не задевая центральной жилы кабеля. Проколы необходимо выполнить в разных местах кабеля, что я сейчас и сделаю. Расстояние между булавками примерно 10-15 см. И сделаем еще один прокол на самом большом расстоянии от конца кабеля. Все готово. Вот так это выглядит с близка. Три булавки, каждая примерно 10-15 см друг от друга. И теперь булавку необходимо просто воткнуть в центральную жилу тройника. И как видите, антенна сразу же поймала сигнал. Да, он неуверенный, качество и сила сигнала невысокие, но это уже очень хороший знак. Это значит, что мы можем дальше экспериментировать и с помощью булавки подобрать оптимальный размер антенны. И ради эксперимента давайте подключимся к самой дальней булавке. И как видите, сигнала нет. А это значит, что такой размер не является оптимальным для данной антенны и для данной частоты сигнала. Ну а теперь давайте подключимся к самой ближней булавке. Самым малым радиусом антенны. Одной рукой это сделать не получается, поэтому придется поставить камеру на штатив. И как видим, снова нет сигнала. Значит и этот размер антенны не является оптимальным. Давайте снова переключимся на среднюю булавку и посмотрим на результат. И результат у нас отличный. Качество сигнала поднялось до 100%, но все-таки прием не очень уверенный. Ну и конечно же я знал, где прокалывать булавкой изоляцию для получения лучшего качества сигнала, поскольку я уже рассчитал длину кольца с помощью формул. И по сути, с помощью этого эксперимента я подтвердил теорию практикой. И давайте ради интереса сделаем еще один прокол между второй и третьей булавкой. Изоляция довольно твердая, поэтому необходимо приложить немного силы. Вот так это сейчас выглядит. И пробуем подключиться к только что воткнутой булавке. Кажется, сигнал стал немного хуже, а это значит, что вторая булавка находится в более правильном месте. Давайте снова сравним показатели на второй булавке. И снова убеждаемся, что это положение является одним из самых лучших в нашем эксперименте. Качество сигнала довольно стабильное. И давайте снова пройдемся по всем булавкам для сравнения. Третья булавка также показывает неплохой результат, но предыдущие тесты были чуть-чуть хуже. И на последней четвертой булавке сигнал пытается прорваться, но у него этого не удается. Та же самая картина наблюдается и на первой булавке. Вторая булавка снова показывает отличный результат. Ну и третья булавка также неплохо. А это значит, что длина окружности антенны может варьироваться плюс-минус 3-4 сантиметра. Поэтому это не очень критично, если вы отрежете лишний сантиметр или добавите к длине антенны. Ну а лишние 10 сантиметров могут серьезно ухудшить качество приема. Таким образом, вы можете экспериментально узнать оптимальный размер вашей антенны и для вашего региона. И никакие формулы вам не понадобятся. Далее можно сделать антенну надежной с помощью телевизионного тройника. И одной важной особенностью этой антенны является то, что центральное жило кабеля на одном конце замыкается на обмотку. Вот так это выглядит сблизка. Антенна собирается и разбирается очень легко. Поэтому вы можете экспериментировать как ваша душа пожелает. И, как видите, диаметр антенны полностью соответствует диаметру в нашем эксперименте. И давайте сейчас ее подключим для сравнения. И, как видите, я еще не успел накрутить штекер. Антенна уже ловит сигнал и пытается его доставить в телевизор. Просто чудо, а не антенна. Но сейчас пару минут для тех, кто все-таки желает узнать, как рассчитать длину этой антенны. Сколько же сантиметров кабеля необходимо взять? И теория нам говорит, что длина антенны должна быть равна длине волны и рассчитывается по такой формуле. c – это скорость света, f – частота сигнала, k – это коэффициент укорочения кабеля или velocity-фактор. Этот коэффициент берется из таблицы для каждого кабеля индивидуально. Поставив все значения в формулу, мы получаем длину антенны 45 сантиметров. Вот таким способом можно легко рассчитать длину данной антенны. Процесс изготовления этой антенны очень простой. Я уже неоднократно его показывал в своих видео. И надеюсь, что это видео поможет вам еще быстрее и проще собрать эту антенну. Надеюсь, вам понравилось это видео. Буду рад читать ваши комментарии про опыт сборки и применение этой антенны. Возможно, они также помогут другим зрителям. И на этом все. Желаю всем хороших идей. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok